Всем привет! Меня зовут Алексей, вы на канале Геон. Сегодня у нас на обзоре электрический измельчитель Zubr ZE42500. Мы, как всегда, поговорим о характеристиках этого инструмента, посмотрим на его конструкцию и комплектацию, а в конце подведем итоги. Будет интересно, давайте начинать. Ранее у нас на обзорах уже была садовая техника самого разного типа, например, бензопила Stihl M180. Если еще не смотрели этот выпуск, ссылка будет в описании. Сегодня же речь пойдет об измельчителе, который пригодится для переработки различного растительного мусора, в том числе срезанных бензопилой веток. Такое устройство поможет превратить отходы в полезный материал для удобрения, украшения участка и других целей. По традиции, прежде чем рассказывать о модели подробнее, давайте взглянем на комплектацию. В коробке помимо самого измельчителя вы найдете контейнер для сбора переработанного материала, комплект колес с крепежом, толкатель, два ключа и инструкцию с гарантийным талоном. Кстати, производитель дает гарантию в 5 лет. Чтобы подготовить устройство к работе, нужно его собрать. Делается это очень легко и быстро. Ставим измельчитель вверх дном, поднимаем ножки, устанавливаем сначала крепеж для колес, а затем и сами колеса. Закрепляем их, затянув гайки. В конце останется только установить контейнер. Берем и задвигаем его до щелчка фиксатора. Теперь можно подключать аппарат к сети и работать. Поговорим о характеристиках нашего измельчителя. Подсказку мы можем увидеть уже в названии модели. Мощность двигателя 2500 ватт, а максимальный диаметр ветвей 40 миллиметров. Производительность составляет 100 килограмм час. Частота вращения ножей 4050 оборотов в минуту. Модель у нас электрическая и работает от обычной бытовой электросети в 220 вольт. Вот тут в основании расположена вилка питания. Многие спрашивают, почему кабель такой короткий. Это сделано специально. Короткий кабель является особенностью практически всей сетевой садовой техники. Нужно это для того, чтобы соединенная с удлинителем вилка не волочилась по земле и не попадала под ноги или в какую-нибудь лужу. Безопасность – это важно. Кстати, абы какой удлинитель к этому измельчителю не подойдет. Нужен тот, который выдерживает нагрузку в 2500 ватт. В описании под видео будет ссылка на такую модель. Давайте взглянем на конструкцию измельчителя подробнее. Как вы уже могли понять, состоит он из двух частей. Собственно режущего механизма и емкости для сбора материала. Управление тут предельно простое. За включение мотора отвечает всего одна кнопка. После того, как вы нажмете на клавишу, двигатель запустится и можно будет работать. Отходы для переработки закидываются в отверстия сверху. Для удобства можно воспользоваться специальным толкателем. Измельчение происходит с помощью стальных твердосплавных ножей. Сами лезвия, кстати, двухсторонние. В случае, если они затупятся, их легко можно снять и поменять местами. Для этого нужно просто открутить винты. Как я уже говорил, максимальный диаметр ветвей, которые можно перемолоть 40 мм. Это относит нашу модель к полупрофессиональному классу измельчителей. Зубер ZE42500 одинаково хорошо перерабатывает как траву и засохшую ботву, так и кустарниковые побеги и обрезанные ветви деревьев. Словом, отличный вариант для дачных участков. Мусоросборник у этой модели пластиковый на 50 литров. Такого объема хватит на долгую работу без частого опустошения емкости. Чтобы выполнить очистку, просто снимите верхнюю крышку и осторожно, стараясь не порезаться, очистите режущие элементы от налипших отходов. Перед этим не забудьте вынуть вилку из розетки. Если вы случайно сильно увлечетесь измельчением отходов, вам поможет встроенная защита мотора. При перегрузке или перегреве двигатель будет автоматически отключен. Для возобновления подачи питания необходимо дать двигателю остыть в течение 3-5 минут, а затем нажать на кнопку термопредохранителя, расположенную слева от клавиши запуска. Продолжая тему безопасности, стоит рассказать о правилах работы с измельчителем. В первую очередь перед любыми работами по сборке и настройке необходимо отключить устройство от сети. Во избежание травм при работе с измельчителем ни в коем случае не помещайте руки в отверстие для загрузки и не давите на загружаемые отходы руками. Для этого есть специальный толкатель из комплекта. Кроме того, необходимо помнить, что после отключения измельчителя режущий механизм еще какое-то время будет крутиться по инерции, поэтому в избежание травм и повреждений не стоит прикасаться к нему до полной остановки. Что ж, давайте подводить итоги. Зубр ЗИЭ-402500 это надежная и простая в управлении модель, которая станет верным помощником в ведении дачного хозяйства. Если ваш участок стабильно захламляется старыми сухими ветками и кучами срезанной растительности, этот измельчитель будет практически незаменим. Большие колеса помогут быстро перемещать измельчитель в нужное вам место. В разобранном состоянии модель можно легко перевозить в легковом автомобиле, а термопредохранитель поможет существенно продлить срок службы двигателя. Напишите в комментариях, что думаете об этой модели. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это мотивирует нас снимать для вас новые обзоры. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска на канале Геон.